Девушки отдыхают 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 информацию, которая поступит на данный момент. На момент выхода в эфир Эрик сказал, что пока КамАЗа находится еще на Лиозоне. Ну, как бы то ни было, пока природный катазм – один из главных участников этого Дакара. Давайте быстренько перейдем к рассказу о том, что сегодня происходило в зачете мотоциклетном. Победителем этапа был провозглашен 25-летний дебютант из Аргентины Кевин Бенавидос. Он начинал день позади Бореда Борта, но из тех штрафов показал лучшее время. И завтра Бенавидос будет стартовать первым на дистанции марафонского этапа. Что же касается сегодняшнего героя Хуана Бореда Борта, то вообще представители Хонды сегодня доминировали на спецучастке. Изначально Борт, Бенавидос и Гонкалвиш обосновались на первых трех позициях. Но затем пришла новость о минутном штрафе Борта, который отбросил его на пятое место. Ну а Гонкалвиш сегодня стартовал впереди Борта и поднимал столпы пыли, которые мешали испанцу. Сегодня Паулу показал второй результат уже с учетом штрафов Бореды Борта. И на финише у напарников Хонды состоялся разговор на повышенных тонах. Тройку сильнейших сегодня замкнул пятикратный чемпион мира в классе эндуро француз Антуан Мео, для которого это дебютный Дакар. В пыли я сумел догнать свитка, который стартовал впереди меня. Я никак не мог обогнать его, но в целом сегодняшний этап мне понравился. Ко мне вернулось ощущение, которое я испытывал во время пролога. Так что я доволен сегодняшним результатом. Говорит Мео. Ну а что касается чилийца Пабло Кентанили, то постепенно он начинает выбираться из низов. В начале этапа на промежуточных отметках Кентанили показывал второе время. Затем опустился на шестое, а минутный штраф отбросил его в итоге на восьмое место. Неплохо выглядел представитель австрийской марки КТМ Жерар Фареш, один из сильных гонщиков, который показывает стабильные результаты последние три года. Начинал он сегодняшний день в девятнадцатом, ну а завершил на восьмом месте. Отметим неплохой результат Лай Санс. В прошлом году она показала лучший результат среди девушек на Дакаре, заняв девятое место в зачете мотоциклистов. Ну а сегодня она двадцать первой, несмотря на падение. Антон, ваше отношение к представительницам прекрасного пола на Дакаре, ну не беру ситуацию с китайской пилотенцей на прологе. Это касается, я так понимаю, всех женщин на Дакаре. Для меня то, что участницы, которые выступают в мотозачете, это вообще я снимаю шляпу, преклоняю колено, потому что для меня мотоцикл на Дакаре это такая вещь пока еще необъяснимая, хотя я сам пилотирую мотоцикл в обычной жизни, но для меня вот так вот сесть и куда-то поехать на такое соревнование, наверное, нет. Вот. Что касаемо девушек-пилотез за рулем автомобилей и грузовиков, ну могу также сказать, что я снимаю шляпу. То есть это достаточно тяжелая работа, тяжелый труд, причем не важно, кто она, пилот или штурман. Знаю лично там и Элизабет Жасинту, и знаю Настю Нифонтову. Поэтому для меня, как бы, это тут хороший повод снять шляпу и подарить цветы на финише. Понятно. Ну а вот герои вчерашнего дня в мотоциклетном зачете сегодня провалились. И Рубен Фарри и Тоби Прайс. Рубен Фарри сегодня показал 25-й результат. Его обошли Олен Дукло и Матис Валкнер. Теперь Фарри в общем зачете на восьмом месте. Но вот Фарри признался, что у него не хватило топлива до финиша. Поэтому на последних километрах ему пришлось ехать не больше 50 километров в час. Ну и Тоби Прайс сегодня, увы и ах, но неудачу потерпел Астралиец. Были проблемы с системой GPS, с мотоциклом. Это отбросило меня далеко. Теперь задача механиков понять, что не так с мотоциклом перед марафонским этапом. С другой стороны, я по-прежнему в строю. Третий этап пройден. Можно готовиться к четвертому. Так что все не так уж и плохо. Ну а мы переходим к зачету квадроциклов. И российский участник Сергей Корякин на связи с нашей студией. Сергей, как нас слышно? Все отлично. Приветствую. Приветствуем тебя. Никита Глазунов и Антон Николаев. Привет, Сереж. В студии канала Евроспорт. Сереж, ну расскажи, как сложился для тебя первые этапы Дакара. Я знаю, что накануне у тебя были проблемы. Достаточно серьезный инцидент произошел с переворотом. Да, 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 да. Но все точно. Два квадроциклиста встали на внешнем радиусе поворота. И когда я входил в него, уже на выходе их заметил. И я понимал, что мне электризация в них. А это означало то, что я бы пробил себе оба радиатора. И как бы ничем хорошим это не закончилось. Я выбрал кювет. Увидел там трава и понадеялся, что там будет чисто. Но оказалось, что не так хорошо. Я подпрыгнул на кучу земли, ударился в столб ограждения. В результате перевернулся. Что самое обидное, попросил ребят помочь мне поставить квадроцикл. Я говорю, ребят, ну я из-за вас перевернулся по английским объясням. Они такие, окей, окей, окей. И все сели на квадроцикл и уехали. Ну так, не по-человечески, как мне кажется. Ну, в принципе, это нормально для Дакара. Уже не первый раз такое встречаю. Тут человеческого отношения мало от кого стоит ждать. Понятно. Ну, а расскажи, пожалуйста, про технические новинки. Ну, может быть, вкратце. Как я понимаю, если в прошлом году, до этого, ты выступал в составе французской команды, то теперь у тебя собственная команда. Какие новинки? Вот я знаю, что... Да-да-да, извините, перебью. Сейчас у меня собственная команда, Iron Racing Team. Я полностью подготовил квадроцикл сам. Пересмотрел полностью управление. И я сделал упор на управляемость. Низкий центр тяжести. Метро перенес баки, изготовил самоподвеску, амортизаторы. По сути дела, от квадроцикла осталась только рама и двигатель. Не стало их трогать. Ну, раму, потому что нельзя. Двигатель хотел оставить тоже надежность. А все остальное, в принципе, как бы подвергалось разработке. И разрабатывалось все это в компьютерной модели. Рассчитывались нагрузки. Я очень доволен квадроциклом, его управляемостью. Если честно, как бы получаю удовольствие, но пока не нажимаю сильно. Тем более, вот вчера произошел такой неприятный инцидент. Плюс ко всему, вчера у меня перестала работать навигация, ERDF. А сегодня, перед стартом с участка, у меня перестал работать и ретрак. Это уже второй прибор. Я уже подхожу к организаторам и говорю, вы понимаете, что это уже звонок о том, что пора менять приборы. Они уже очень старые и постоянно выходят из строя. И действительно, я один такой. В сейхе-центре, где как раз занимаются системой навигации, стоит в целую очередь каждый день для замены приборов, ремонта. И вот такая неприятная ситуация. Потому сегодня меня многие потеряли, не видели на экране. Сергей, да, извините, вас прерываем. У нас небольшая реклама. Продолжим общение после...